Добрый вечер! Тогда мы начинаем свою лекцию. Она будет посвящена этой тематике «Христианское посвящение через крещение, миропомазание Евхаристию». Но хочу это показать сначала на фоне того, что вообще может быть посвящением. Есть такое международное слово «инициация», по-английски «initiation», которое имеет место быть и в других религиях, и даже в чистосветской сфере. Вот вы все знаете, мы все с вами знаем, что бывает традиция посвящения в студенты, допустим, в разных вузах. Обычно относительно такая безобидная штука, но бывает и светское посвящение намного круче. В том смысле, например, в армии это может быть в очень жесткой какой-то форме, чтобы человек почувствовал, что уже является частью того сообщества. Для этого нужны какие-то очень радикальные меры, скажем так, что-то очень необычное и иногда и обидное, и жестокое, и так далее. Или в разных кругах это бывает через пьянство или еще, но много чего бывает, конечно. И иногда говорят, чем радикальнее это отмечается, тем больше потом человек будет чувствовать себя частью группы. И мы с вами знаем, что в разных религиях бывают такие же традиции, но не такие же, а вот весьма тоже своеобразные, то часто в религиях древних народов бывает двойное посвящение. Бывает одно посвящение или первое посвящение в контексте уже рождения ребенка. Допустим, хороший пример, конечно, это юдаизм. Допустим, обрезание мальчиков 8 дней после рождения, а потом через 12-13 лет бар-митсва. Первое принятие в народ Божий, а потом то, что человек становится уже полноценным и взрослым членом народа Божьего. Два шага. И так же бывает во многих религиях, конечно. Иногда бывает так, что человек, подросток должен тогда находиться какое-то время в пустыне, допустим, или в отдаленном месте в лесу и так далее и тому подобное, чтобы почувствовать уже присутствие Божества в нем, как оно действует. И тогда через это он получает, ну, может быть, допустим, даже новое имя. Много разных таких традиций бывает. В христианстве нужно иметь в виду одно, что христианами не рождаются. Это очень важно. Никогда не забывать об этом, что христианином каждый становится через крещение. Это так сложилось. И еще поговорим, почему так. Так сложилось, что крещение мы отмечаем очень скоро после рождения ребенка. Но, конечно, вы знаете, что не во всех христианских конфессиях, особенно в баптизме. Можно даже сказать, что суть баптизма — это и есть то, что крещение отмечается только когда человек уже взрослый или хотя бы там подросток. А в основных конфессиях, в католичестве, в православии, в лютеранстве, в восточных церквах, конечно же, крещение отмечается обычно, почти сразу после рождения, хотя и немало бывает, конечно, случаев, когда взрослые принимают крещение. И это и есть то, чем меня лично эта тематика очень сильно заинтересовала, что я в Мюнхене в течение трех лет, это была моя основная задача, готовить взрослых к принятию в католическую церковь, и обычно это бывало к принятию в католическую церковь через крещение. Много бывших мусульман, например, которые приняли, думаю, и до сих пор это так, принимают крещение, и вот с этими людьми я много работал, и это сильно повлияло на мои взгляды на эту тематику. Одна просьба, забыл сказать это в самом начале, что стоит вам задавать вопросы, если хотите, уже сразу по ходу дел. Можно и в конце, конечно, но можно, по-моему, и сейчас. Вопрос. Вы говорили сейчас, что мусульман, вы принимали мусульман, да? По какому, с какой задачей они шли, ну, как принимали это христианство и крестились? Здесь задача, допустим, чтобы устроиться на работу, я так думаю, или нет? Хорошо. Это очень хороший вопрос, потому что он ведет, на самом деле, уже во внутреннюю нашу тематику, с чем это бывает связано. Во многих случаях это было так, как сказать, такого прямого преимущества от этого не было. Но это дает человеку ощущение, что он уже стал частью социума, скажем так. Это было во многих случаях главным мотивом. Конечно, в некоторых случаях более осознанные такие аргументы, осознанные в том смысле, например, что говорили, это были особенно те, которые из Ирана, что ислам — это отсутствие свободы, а в христианстве по-другому. То есть так много раз бывало. И, конечно, потом уже некоторые шли к такому очень сознательному принятию веры в Иисуса Христа и веры в Святую Троицу. Но вы можете представить, что крещение взрослых, которые выросли в исламе, бывает очень сложной тематикой. Поэтому иезуиты в Алжире готовят людей к крещению в течение двух лет. Не меньше двух лет. Потому что, говорят, человек должен войти в это. Но к этому вопросу возвращаемся. Но давайте сначала... Еще один вопрос. Уточнение. Вы сказали, что христианином человек не рождается. Как соотносится словами Тертуриана, что каждая душа поприрает своей христианкой? В этом смысле, конечно, душа христианская, каждая. Но тогда можно быть в ней как. Точно нельзя сказать, что часть людей рождается христианами. Рождаются христианами или перерождаются через крещение. Но каждый человек призван пойти к этому. В этом смысле уже родился христианином. Но еще это не осуществило, скажем так, если он не принял крещение. Если мы говорим о библейских временах, то в Библии, конечно, много раз пишется о том, что кто-то принимает крещение. В первую очередь, это, конечно, в деяниях святых апостолов. И там поэтапно. Тут важно иметь в виду, что апостолы обращались в первый момент только к жителям Иерусалима, своим же соотечественникам, иудеям, у которых, но как апостолы тоже считали, первый шаг принятия в общину верующих уже был сделан, потому что для них все-таки к тому времени обрезание еще имело значение. Это пришло чуть позже, что возникло понятие, что святой Павел говорит потом, обрезание или не обрезание, это не имеет никакого значения. Единственное, что имеет значение, это быть новой тварью. Да, это говорит святой Павел, это признают все апостолы, это в начале второй половины деянистых апостолов, но в самом начале еще не так. В первые годы обращаются к своим, особенно к тем, которые в Иерусалиме. Потом уже второй шаг к самарианам, которые тоже были иудеями, ну, скажем так, иудеями второго класса, что ли. Не совсем, не да иудеями, с точки зрения большинства, пожалуй. И только в дальнейшем уже и к язычникам, к тем язычникам, к тем римлянам, грекам и так далее, которые жили на святой земле. Это город Цезария в первую очередь, это на берегу Средиземного моря. Там происходит в первый раз то, что один сотник, корнилий, и все, которые с ним принимают тогда уже крещение. И это тот главный шаг, когда приходит осознание, что каждый человек может стать учеником Иисуса Христа, членом общины верующих, именно через крещение, которое он принимает осознанно и сознательно. И там возникал все снова и снова вопрос, можно ли так сделать, можно ли крестить этих людей. И там, когда мы говорим о том случае, когда корнилий и те, которые с ним, принимают крещение из рук Петра. Там Петр потом вынужден оправдать, почему он пошел на такой шаг. И он рассказывает, что во сне Господь ему это подсказал, что это можно, и что он видел, как на этих людей сошел Дух Святой. И тогда он понял, что им нельзя было отказать в крещении. И тогда другие общины верующих, она поверила, она приняла это. И это говорит об одном, что крещение — это всегда дело церкви. Это не просто дело одного того человека, который выделяет это таинство. Это дело всей церкви. И в том или ином ключе это подтверждают. Разные церкви по-разному, но у всех есть способ, чтобы подтвердить, что человек принял крещение не просто из рук одного человека, но действительно из рук церкви. Возвращаемся к Библии. Здесь есть одна особенность. Особенно баптисты, они, конечно, настаивают на том, что крещение принимают в основном взрослые. И для них идеальный случай — это крещение министра или слуги Кандаки, царицы Эфиопской, с которым общается Филипп. И тогда Филипп катехизирует его, рассказывает ему о значении, о том, что Иисус является Христом, спасителем. И тогда в восходящий момент они видят воду, и этот человек говорит, что здесь вода, что мешает мне креститься. В католической церкви в наше время ответили бы, да, ты еще не прошел всего пути подготовки. Надо год или два года к этому подготовиться, только тогда сможешь. И иной, может быть, и обиделся бы. Для баптистов это такой сильный случай, так заметно и понятно, что благодать Божья сошел на человека, и тогда стоит ему дать эту благодать, и чтобы он получил от Бога эту благодать нового рождения. Во многих конфессиях именно это новое рождение играет очень важную роль. И даже если человек вырос в христианстве, но тем не менее наступает момент нового рождения, и часто бывает такое жесткое понимание до и после. До человек был грешником, потом уже наступило что-то совсем новое. Да, вот как в этом песнопении, в этом Господе, Go tell it on the mountains, там есть эта строка «When I was a sinner», «Когда я был грешником». Ну, тогда я молился и так далее. Значит, произошел этот момент, значит, уже не грешник. Да, вот католик православный вряд ли согласится с такой точкой зрения, скажет, да, произошло обновление, обращение и слава Богу, но это не значит, что перестало быть грешником. А вот здесь есть такое ощущение, это связано с таким новозаветным энтузиазмом, с одной стороны, таким сильным ощущением, вот происходит такое обновление. Да, оно происходит, однако стоит иметь в виду, что и в Новом Завете много раз мы чувствуем, много раз из обращений апостолов мы видим, что апостолы все-таки требуют, или что они обращают внимание на то, что даже тот обновленный человек, что в нем еще не все прекрасно. В первом послании к Коринфянам много раз Павел пишет о том, да, но имейте в виду, что это еще не так, как должно быть. Имейте в виду, что тут надо еще над собой работать во многих отношениях. Или в послании к евреям к концу сказано, что те, которые были такими хорошими верующими, вдруг они перестали приходить на богослужения, на собрания, да, вот как так. Или в послании к галатам так явно сказано, вы хорошо бегали, вы хорошо шли, ну, как настоящие спортсмены Христа, а вот вдруг что-то уже не так. По разным причинам, этическим, догматическим и так далее, для нас сейчас не важно, но уже в Новом Завете стоит иметь в виду, что посвящение, принятие в общину верующих — это одно, но еще не сказано, что этим уже все решено. То есть первый шаг — обращение, а потом нужны еще дальнейшие шаги. Это было для ранней церкви весьма болезненным моментом. И длилось, кстати, несколько столетий до того момента, как официально и окончательно приняли возможность много раз снова обращаться, много раз исповедоваться. В одно время думалось, может быть, один раз, но на этом все. И думалось, вообще, наверное, уже не надо будет, потому что человек настолько обновлен, что нет нужды. Но потом пришло понимание, что это не совсем так. Важнее для нашей тематики одна ошибка баптистов, что недооценивают того, что в Новом Завете, что в Деяниях Святых Апостолов несколько раз написано, что человек принял крещение вместе со всем своим домом. Что такое дом человека? Это, конечно, его родные, это его рабы, и такие были, или кто еще мог жить с ним. И, скорее всего, это было так, что тогда уже и дети принимали крещение. Нет серьезных моментов и аргументов, чтобы в этом сомневаться, что весь дом его принял крещение, это тоже его маленький ребенок. То есть преувеличено считать, что ни в коем случае не может быть крещение детей. И, кстати, некоторые общины баптистов стали признавать крещение детей в православии, католичестве, лютеранстве. Правда, они детей не крестят по-прежнему, но иногда не настаивают на том, чтобы человек принял крещение еще раз. Потому что... Перекрещивали? То есть там, по сути, перекрещивали? Перекрещивали в кавычках, по их мнению, нет. По их мнению, нет, потому что говорят, крещение без своего личного решения не есть крещение. Меня крестили в детстве, значит, я не крещен. По той богословской позиции, которую можно понять. Я с ней не согласен, но понять ее можно. Ну, насколько я знаю, я там все время как бы в баптистских этих семьях я там как бы так немножко познакомился, и у них очень сильные семьи. Семьи такие у них религиозные, и получается, что ребенок, который живет в этой семье, он уже приобщается к этому. А в христианских семьях там немножко по-другому, там более такая, не так сильная, может быть, в семье конкретно, потому что в христианстве, видимо, больше в церкви, как бы так идет. Но это же тоже христианские семьи. Я понимаю. Я понимаю. Но баптисты, у них очень сильная семья. Баптисты, да. Очень сильная семья. В некоторых случаях, конечно, если мы говорим о новообращенных, то там другая картина. Но это правда, что, конечно, воспитывают детей в христианстве. И это делается каким образом? Крещение. Крещение детей у них не бывает. Но в сороковой день происходит уже первое посвящение ребенка Господу во многих общинах. Это по образу уже Ветхого Завета. Потом то, что написано во второй главе Евангелия от Луки. Ну, тот день, который мы называем Сретением Господним, да. Что в этот день Мария с Йосифом посвятили Иисуса Господу. И также делают баптистские семьи со своими детьми. Но крещение, то есть это первый шаг. И это обязывает родителей воспитывать своих детей в вере. И они это делают очень серьезно. Но второй шаг и решающий шаг это будет, когда сам ребенок или уже не ребенок, уже подросток или даже взрослый, которому 19-20 лет, когда сам уже принимает крещение. То есть крещение для них не бывает без личного решения за теми исключениями, которые сейчас уже возникают. То есть это нужно иметь в виду, но в Новом Завете поэтому бывало в основном, конечно, крещение взрослых, но и неоднократно крещение детей. И опять же, как я говорил, уже возникала потребность в подтверждении крещения церковью. Община верующих, она там обсуждает с Петром, мог ли он это сделать. Или при каких условиях можно было принять человека в общину верующих. И отсюда возникла в католичестве, в православии, в восточных церквах такая потребность в дальнейшем, чтобы епископ принял участие, принимал участие в процессе крещения. Как это делается? И тут уже, конечно, расходятся запад и восток. Это произошло примерно, особенно после IV века, когда появилось такое явление, как приход, или на греческом языке паройкия. паройкия — это те, которые живут вокруг. То есть, если в начале церкви было так, что всегда на месте, что христианские общины были почти автоматически, можно сказать, с епископом, то есть это были городские общины. Христианство во многом было городской религией. В поселках редко присутствовали христиане. Это еще у Павла заметно, что поселок для него — это чужой мир. Либо город, либо пустыня. Среднего для него как бы нет. То в Римской империи, в тот момент, когда люди стали принимать христианство многочисленнее, то возникают разные моменты. Во-первых, возникает то, что многие принимают христианство, и одного епископа уже мало, чтобы христианство всех. Уже по этой причине. Поэтому даже по городу это стали делать иногда и священники, особенно, что касается христианства детей. Христианство взрослых надолго еще было дело епископом. А другое дело, что те, которые жили в поселках, то есть в паройкиях, паройкия, опять же, община тех, кто живет вокруг, в приходе, на латыни до сих пор, это будет парохия, на итальянском парокия, на польском парафия и так далее. И тут уже крестит местный священник, который в это время появляется, приходской настоятель. Такого, в принципе, не было в самой ранней церкви, и такой потребности не было, потому что была одна церковь с епископом, и вокруг него священники, которые помогали ему по разным служениям, и которые сослуживали литургию с ним. А вот тогда уже появляются эти разные церкви, в том числе сельские. И тогда уже крещение ребенка, особенно ребенка, священником. Тем более, это святой Августин в начале V века, который сильно настаивает на том, чтобы крестились дети очень скоро после рождения. Почему? Это связано, конечно, с его явным учением о первородном грехе, что нужно крестить сразу, чтобы ребенок, который вдруг заболеет, умрет, чтобы точно спасся. Поэтому появилось такое требование, крестить почти сразу. И понятное дело, что епископ этого уже не мог делать. Тем более, если нужно было там уже путешествовать. Тогда появилась эта традиция священник крестить. А где же участие теперь епископа? На Востоке, в православии, в восточных церквах, Эфиопии, Египта и так далее, Армении, традиция такова, что вместе с крещением, конечно, бывает помазание. Оно есть и в католичестве, но тут чуть-чуть другой разговор. А помазание святым Елеем, освященным епископом, или даже верховным епископом, патриархом, но в любом случае уже епископом. И тогда будет однозначно, в чем заключается роль всеобщей церкви. То есть все это епархии. Вся епархия принимает участие в крещении этого ребенка. И каким образом это делается? В православии это так, как вы знаете, что сразу после крещения бывает миропомазание. Священник это делает, но это не значит, что епископ этого не делал бы. Как раз наоборот. Елеем, освященным епископом, делает это сам епископ, в конечном итоге, руками священника местного, конечно. То есть здесь роль епископа. В латинском варианте, в римской церкви, примерно в это же время, чуть позже, с 5-6 века появилась другая традиция откладывать миропомазание. Откладывать миропомазание сначала еще не очень долго, но потом уже, скажем так, пробегаем вперед, в 19 веке уже было ясно, не раньше 12 лет. Да, вот тогда уже миропомазание, но долгое время, намного раньше, когда ребенку 6, 7, 8, 9 лет, дольше всего это сохранилось в Бразилии. В Бразилии еще в середине 20 века была традиция, приезжает епископ, и тогда получают миропомазание те дети, которым там 3, 4, 5 лет. Кстати, в римской церкви, в латинском ряде, до сих пор это так, что епископ должен посещать каждый из приходов не реже одного раза в 5 лет. То есть точно через 5 лет он приедет. В этом можно быть уверенными. И тогда те, которые достигли подходящего возраста, по тем меркам определенного времени, они принимают миропомазание. Опять же, в первое время, и по крайней мере до 16 века, до Триденского собора, это было тоже весьма рано. Ну, те, которым, ну, которым 3, 4, 5 лет. Только потом это стало намного позже. Улия все таинства миропомазания. Однозначно было в те времена, и еще надолго, до начала 20 века, что причастие могут принимать только те, которые уже приняли миропомазание. То есть до времен пиа 10-го, начала 20 века, и в римской католической церкви речи не могло быть о том, чтобы приняли причастие те, которые приняли уже крещение, но еще не миропомазание. Только потом это изменилось. Я вам скажу, почему считаю, что это не к лучшему, но об этом попозже. Традиция, опять же, такая, сначала крещение, потом подтверждение крещения, потом Евхаристия. Подтверждение крещения, опять же, большинстве церквей, как западных, так и восточных, помазанным святым елеем. Опять же, святой елей был освящен епископом. По-другому быть не может. И нет смысла, чтобы было по-другому. Намного позже появляется традиция протестантская, которая называется тоже подтверждением. Латинское слово это конфирмация. Конфирмация протестантская бывает без миропомазания. Нет традиции миропомазания. Или в 20 веке появились какие-то лютеранские, литургические движения, в которых это опять есть. Но долгое время такого никогда не бывало. Но есть конфирмация от глагола «конфирмар» «подтверждать». И конфирмация происходит через наложение рук. То есть пастор человек сдал экзамен, а потом пастор подтверждает то, что он стал полноценным членом церкви через наложение рук на него. Это обряд в протестантизме, в лютеранстве, в кальвинизме, в основных группах протестантизма. И у баптистов обычно бывает так же. После крещения второй обряд это наложение рук как тоже некий знак принятия того, кто был крещен. Приветствие, можно сказать, в общину верующих. И, конечно, это имеет большое символическое значение, потому что это делает человека уже или это подтверждает, что крещение это не что-то чисто пассивное, но что это одновременно является призванием. То есть он получает поручение от имени церкви служить по-своему, конечно, но каждый по-своему, так же, как в священнике рукополагают, именно через рукоположение это происходит. И так, можно сказать, общее священство, то есть то, что все христиане являются священниками, с чем все конфессии согласны, но особо подчеркивается это в протестантизме, конечно, это тоже влияется именно наложением рук. И понятно, что в католицизме часть и в православии часть обрядов именно миропомазания это тоже наложение рук. То есть миропомазание это не просто помазание с подходящими словами, но и наложение рук. Или руки, по крайней мере. Потому что опять же, это подчеркивает аспект христианского призвания. И это естественно, что это делается в тот момент, когда человек признается полноценным взрослым уже членом церкви. Хотя опять же, в православии это делается в самом раннем детстве. Но таково богословие, что человек тогда уже стал взрослым членом церкви. И тогда естественно, что в православии и у греко-католиков причащаются и очень маленькие дети. Вот, я это недавно знала, как это делилось. Да, сразу после крещения, когда бывает первая литургия, возможность, то ребенок уже может причащаться и до определенного возраста, конечно, определяется чуть-чуть по-разному, до школьного возраста или чуть позже, конечно, причащаются без исповеди. Потом уже правило, конечно, что нужно сначала исповедоваться. А можно вопрос? А вот я просто видела один раз причастие православных, оно как-то очень отличается от католического, я не совсем поняла, что у них в виде причастия. В виде причастия то, что есть евхаристический или что хлеб уже есть в евхаристическом чаще или туда положили перед причастием и тогда ложкой принимают причастие под видом хлеба с вином. Да, я ложкой видела под видом хлеба вместе с вином, а совсем маленькие дети просто вина, которые глотать еще не могут, просто там в виде каплики вина. Да, это уже не причастие. вине как просфоры, из просфор берется причастие и хлеб на потом, скажем так. Но это уже можем в индивидуальном порядке, потому что с чем это связано. И опять же, это бывает в восточных церквах, и я видел недавно такой ролик, я думаю, многие посмотрели его, к сожалению, сейчас я не смог его найти, крещение эфиопской церкви, что в одной общине существует традиция подняться на такую очень крутую и высокую гору, и там есть часовня, где крестят, и рядом еще через хребет такой опасненький нужно перебраться тогда в другую церковь, где служат евхаристию, и тогда этот ребенок принимает крещение и евхаристию после того, как поднялись там по этой горе, и это прямо конкретно опасно, да, вот, и тем более переживают, конечно, до крещения, а что если мама с ребенком упадет, да, вот, не спасется ребенок, что ли, да, но тем не менее считают, что это нужно, но это такой хороший пример, но как это серьезно, да, чтобы человек принял крещение и евхаристию, да, отсюда можно еще видеть одно, что в ранней церкви бывала традиция крестить в другом месте, чем то место, где происходит евхаристия, в другом месте, это значит недалеко, но и не совсем там. Например, в Риме, в Пизе, во Флоренции до сих пор существует баптистерий, на латыни баптистериум, то есть это часовня для крещения. Рядом с кафедральным собором, где служит епископ, и напротив него обычно там площадь, напротив кафедрального собора бывает баптистерий, и тогда, как это было, и в конце XX века возвращаются к этой традиции, в случае крещения взрослых особенно, что во время пасхальной литургии, пасхального бдения, ночного, в середине выходят из кафедрального собора, где служили, и там человек проходит через воду, в воде принимает крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа, выходит из воды, получает новую белую одежду и помазание, и тогда заходит в кафедральный собор и впервые вместе с другими принимает тогда причастие на этой литургии. И вокруг этого есть много таких традиций, которые до сих пор присутствуют в православии. Например, очень важно, что человек проходит через воду с запада на восток. Почему это так важно с запада на восток? Конечно, до какой-то степени это историзм, народ Израильев, перешел Красное море из Египта с запада на восток, пустыню, в сторону Палестины. Но этот историзм не имеет такого принципиального значения. Важнее, намного важнее то, что Запад считается стороной злых сил. Это место, где заходит солнце, а восток это место, где восходит солнце. Поэтому во многих храмах католических или в случае многих храмов католических там на фасаде есть скульптура ангела Михаила с мечом, который отгоняет эти злые силы, которые опасны, силы зла, силы тьмы. И в православии есть такая традиция, что до сих пор по крайней мере взрослый, который принимает крещение, в случае ребенка это заменяется, это делают крестные, должен символически ногой конечно же наступить на дьявола, попрать его. в православии существует такая традиция. Уточнить хотел дунуть и плюнуть. Да, да, правильно, плюнуть и по-разному бывает. И в Болгарии точно наступать. Да, 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 да. Но в любом случае обряд не просто в католичестве есть обряд отказа от зла, да, отречения, но словами. В православии в любом случае есть традиция отречения не только словами, но и совершать такой жесть. А вот этот обряд отречения в католичестве это, так понимаю, обновление крещальных обетов? Да. А в православии я не совсем понимаю, что это значит наступить на дьявола, что это символизирует? Ну, что его ногой убивает. А что он наступает? На дьявола? Нет, ничего такого видного нет, но просто там запад, значит, там он должен быть, скажем так. Нет, ничего там такого нет. А, просто в сторону запада? В сторону, да, да, дьявола. отречения православия заводится младенцев. Да? Если крестить младенцев православия, то как они бедят от речи, что ли? Я имею ввиду... Самого крещения уже? Отречения от зла? Отречения от зла у младенцев. Как можно? Но это так же, как было в католичестве раньше, что очень чётко крёстно совершает всё от имени ребёнка. В католичестве в середине XX века появились другие традиции, но в самом начале это было именно так. И долгое время ещё это было именно так. То есть с запада, а потом уже человек поворачивается и переходит через воду в сторону нового света, то есть в сторону востока. И там в древности было очень много разных ещё традиций, которые нужно было иметь в виду. Например, что женщины должны были тогда снять любые украшения или волосы тогда, чтобы были свободны, чтобы зло ни к чему не зацепилось. серёжки за это цепляется дьявол. В общем, нет, но в этот момент как бы да. Нет, нет, потом уже можно, но в этот момент нужно действительно иметь в виду, что много чего совершается ради этого. После этого уже человек перешёл, находится на востоке, и там опять же он получает белую одежду, крышальную одежду и получает помазание. Кстати, отсюда возникла традиция, что функции диакона во многих случаях исполняли женщины, потому что бывало и по-разному, что это было за помазание, но считалось неприличным, чтобы это делал сам епископ, нужна была женщина, которая помогала в случае, если крыша ему или новокрешённая в тот момент, если это была женщина, и то же самое помогать, надеть крышальную одежду и так далее. То есть для этого нужны были служители, помощники, вернее, помощницы именно. И тогда после этого уже процессии новокрешённые входили в сам храм, кафедральный собор, и там продолжалась Евхаристия. Первый археологический пример такой конструкции это в городе по-русски звучит чуть-чуть смешно Дура Ойропос или Европос это город, то есть развалины, ничего не осталось в пустыне на самом востоке нынешней Сирии, между речи. Там находился этот городок, который был разрушен в определенный момент, поэтому еще в античности, поэтому еще все сохранилось, или по крайней мере стены более-менее еще сохранились, каковы они были. И там мы знаем, что в конце третьего века уже существовало такое, как сам храм и отдельно маленькое часовня или маленькое помещение для крещения. Кстати, это придумали не христиане, это существует в юдаизме. В юдаизме есть помимо синагоги еще и так называемые миквы, это есть место для обряда омытия, очищения, либо в разных случаях, по разным случаям жизни, либо для тех, кто принимает юдаизм, таких немного, конечно, но бывает для тех, кто принимает юдаизм уже как взрослый человек. А в христианстве это стало более систематичным правилом и играет важную роль. И, кстати, есть в Москве в православии один очень хороший, очень-очень недавний пример, как это построилось чуть-чуть по-другому, но очень сознательно так построилось в раме новомучеников в Сретенском монастыре. Да, там есть нижняя часть и она назначена в первую очередь для крещения. А там еще обычно они исповедуют и когда ждешь исповеди, то там они сверху служат, а внизу священников нету, но они сверху передают трансляцию вниз. Я просто была один раз на исповеди. Да, конечно, и почему это делается не случайно, почему внизу чуть западнее алтаря, но не совсем на западе, а внизу. Но тут та же самая логика, что крещение это переход в верхнюю жизнь. с этим это связано. И поэтому понятно, что это тоже место для исповеди, ведь исповедь это обновление крещения, благодати крещения. Поэтому и это же есть место для катализации, для подготовки к крещению. Кстати, об этом мы еще с вами совсем не говорили, что касается подготовки к крещению. В ранней церкви была традиция долго готовить к крещению. В течение года, двух лет, даже нескольких лет, человек шел к этому, потом уже заявился, заявлялся, и тогда его принимали в катехуменат. Катехуменой это слушатели, слушающие, то есть это те, которые идут к крещению или к принятию церковь. И часто это бывало так, что люди могли быть катехуменами очень-очень долго. Есть одна проповедь святого Амвросия, епископа Миланского к концу IV века, где он говорит, уже много недель я разбрасываю удочку, и никто не клюет. Много раз он просил, давайте уже дайте свои имена. давать имя, это значит, чтобы человека включили в список уже конкретно крещаемых. Но никто не хотел. Все откладывали, откладывали, откладывали. И с чем это было связано? В том числе с тем, что вообще не считали, что можно исповедоваться или один раз, или можно исповедоваться даже по несколько раз, но эпидемия будет очень жесткой, и они могли быть очень жесткими до 7-го, до 8-го века, везде эпидемия после исповеди могла быть очень жесткой, и могла включать в себя исключение от причастия на несколько лет даже, или такие жесткие правила, как нужно совершить паломничество на святую землю, или нужно давать очень большое пожертвование, и люди на это были готовы, поэтому они откладывали крещение, и идеалом считалось во многих случаях принять крещение прямо так за пару дней до смерти. В биографии императора Константина написано Константин на латыни процитирую Константин умер в белой одежде, то есть в течение не более восьми дней после крещения. После восьми дней нужно было уже тогда снять белую одежду, уже вернуться ежедневной одежде, но он успел умереть за эти дни, и это считалось, что ему повезло. А не считалось, что это придает закрещению какие-то магические свойства, что можно косячить всю жизнь, потом за пару дней понимаешь, что помираешь, покрестили, хоп, ты уже в раю. Народ как что воспринимает, это бывало всегда очень по-разному. Согласен, многие так считали по факту, но, конечно, такого учения в церкви никогда и не было. То есть всегда было учение, что крещение по-настоящему действует в случае взрослого человека, что полноценные плоды крещения будут от того, если человек шел на это осознанно или принимает свое крещение по-настоящему. Как случается такой переход, если в деяниях написано, что люди крестились практически сразу же, и в четвертом веке подготовка уже год-два и так далее. Это связано с опытом уже, то есть это уже появилось раньше, что появился такой период подготовки, это очень просто, это связано с тем опытом, который часто бывает, когда я лично тоже сталкивался с таким, что человек приходит, чтобы принять крещение и так убедительно говорит, и думаешь, ой, этот человек, он уже почти святой, можно бы его сразу крестить, а это время, оно помогает проверять серьезность, в первую очередь, даже проверяет серьезность, второй эффект, конечно, можно много чему научить за это время, и тут надо иметь в виду, что многие приходили на катехуменат и еще не были настолько готовыми, то есть они приходили, но они приходили с тем, но я бы хотел узнать, можете рассказывать и так далее, и тогда проходили все эти этапы, да, вот, потом это могло быть связано с тем, что человеку нужно было принять какие-то очень серьезные жизненные решения, допустим, жил он, был раньше женат, теперь был в сожительстве или еще что-то, да, вот, и тоже со временем нужно было, или, как сказать, человек сразу еще не был готов к таким серьезным решениям, да, или вплоть до 20 века, кто жил в многоженстве, допустим, да, вот, и тогда, ну, говорят, объясняют и так далее, но это длится, да, вот, как бывает в человеческой жизни, но, опять же, один важный пункт, и я уже говорил, иезуиты в Алжире проверяют серьезность тех бывших мусульман, в течение двух лет, почему здесь очень серьезно, потому что эти люди, ладно, бывший мусульман, мусульманин в Германии, а в Алжире, это значит, он отрекается от всей среды, в которой вырос, семьи и так далее, да, вот, и значит, ему будет очень тяжело, поэтому хотят, чтобы он очень, шел к этому очень сознательно, да, вот, и катехуменат, он не означает только обучение чему-то, важная часть катехумената это обряды, это обряды, через которые подтверждается, что человек со своей биографией, со всем тем, что есть, что он идет к этому решению, какие это могут быть обряды, это может быть помазание не на лбу, как в обряде мира помазания, а помазание рук или других чувств, традиции были разные, в католичестве сейчас это помазание рук, да, вот, с чем это связано, помазание на лбу означает то же самое, что в наше время коронация, то есть это означает, что человек уже стал царем, священником, пророком, а помазание рук, груди или там, ну, тела, это имеет другое значение, это есть тот обряд, двойное значение, исцеление, а второе, мы с вами знаем, что древние римляне или греки, спортсмены, что они мазались перед боем, да, чтобы противник не смог их схватить, да, помазание во время катехумената означает в том числе такую защиту от зла, от злого духа, который все время пытается переубедить, да, вот, то есть такие этот обряд, да, другой обряд, так называемый скрутинии, скрутиниум это проверка на серьезность, то есть это во время литургии спрашивают о намерении, готов ли ты, и в том числе спрашивают в рамках таких скрутинии, готов ли отказаться от всего того, что противоречит христианской вере, от политеизма, допустим, да, от могли в разные времена очень конкретно, от магазинства, но то, что могло возникнуть в такие времена, да, вот, потом, да, это сейчас тоже практикуется? в православии, в католичестве как-то различается между собой это? В католичестве это очень сильно развито, в православии есть, особенно есть отдельные общины, которые идут к этому, это преображенские братства, допустим, или я знаю один приход в Томске, где очень сознательно идут к такой длительной подготовке к крещению. Вы знаете, что по правилам русской православной церкви все-таки взрослый человек может принять крещение после двух бесед со священником. Но, конечно, это абсолютный минимум и не мешает тому, чтобы было побольше чего-то. А у ребенка как? У ребенка нет такого, конечно, или беседы с родителями и крестными. И там, вы знаете, в католичестве тоже достаточно одной или двух бесед. Это исключение. Допустим, во Франции более длительно готовят к крещению детей, но, в принципе, в католичестве тоже не принято. Потом есть такие обряды подготовительные к крещению, а потом уже само крещение. И тут надо сказать, что раньше, до середины XX века и в католичестве, так же, как и в православии, все подготовительные обряды, они присутствовали, но в сжатом виде. То есть, за одно богослужение, в котором крестили человека, за это время многое совершалось. и все время в католичестве была еще эта фикция, что крещение ребенка это тоже крещение взрослого. То есть, и в католичестве до 70-х годов XX века спрашивали при крещении Петра Петр, готов ли ты и так далее. крестное или крестное. Но отвечал, да, я готов. Я так понимаю, что эта практика ушла в прошлое после Второго Ватиканского, да? Да, в 70-е годы в католичестве уже появилась в римском католичестве явная традиция, что крещение ребёнка и крещение взрослого это и литургические другие вещи. Таинство одно и то же, но обряды вокруг него очень разные. И тогда появилась традиция уже мира помазания взрослого сразу после крещения. То есть священник, который получил от епископа право разрешение крестить взрослого в пасхальную ночь в римском католичестве, в эту же пасхальную ночь этот же священник тоже из рук этого же священника человек принимает тогда новокрещенное, принимает таинство мира помазания. евхаристии. в этом же богослужении принимает таинство евхаристии. То есть это у взрослых именно в пасху от священника определенного, то есть у них нет подготовки получается к миропомазанию после крещения? Отдельной подготовки нет. Это всеобщая подготовка к таинствам посвящения. Три в одном. И это обычно только на Пасху бывает на Троицу, то есть на Пятидесятницу, но это скорее исключение. Идеальный день это будет даже не день, идеальным моментом считается пасхальная ночь. И тогда совершается еще один обряд. Это то, когда в начале Великого Поста уже совершается обряд, когда допускаются к крещению. И во многих епархиях, где территория не очень большая, это бывает так, что допускают к крещению, допустим, во второе, в третье воскресенье Великого Поста допускают к крещению лично епископ. То есть все крещаемые приезжают в Кафедральный собор или в другой храм не на месу, а на вечерню или иное богослужение не эфористическое. И там епископ в этих рамках он спрашивает об их серьезном намерении и допускает их. И тогда в рамках этого же богослужения дает священнику, который в идеальном случае присутствует или представителю прихода передает сертификат, что настоятель этого прихода тогда может крестить человека. Опять же, в пасхальную ночь уже не в кафедральном соборе, а в приходском храме. ну, конечно, и в кафедральном соборе в некоторых случаях. И там уже опять все три таинства в одном. Я был, кстати, признаться в шоке. Я один раз готовил девушку к крещению в православной церкви. Будучи католиком, готовил одну девушку из Болгарии к крещению в православной церкви. То есть, но она знала меня, хотела узнать о христианстве, и много раз мы с ней разговаривали. И тогда она решилась, да, хочу принять крещение, но лучше в православии. И тогда пошла к православному священнику и дважды побеседовала с ним. И там произошло следующее, что в субботу она приняла крещение мира помазания. Ей было сказано, что может тоже причаститься, но только после исповеди. И я никак не мог понять, с чем это может быть связано, коль она приняла крещение, которое является прошением всех грехов. Ну, божественной литургии в этот день уже не было, она была в следующий день, может быть, она успела к тому уже согрешить, конечно, да, вот, не знаю, но шутки шутками, тем не менее, это есть такой момент, я в тот момент не мог понять, с чем это может быть связано, да, вот, но, может быть, это было скорее от неопытности того священника, что он не знал, что, ну, что он привык к тому, что взрослый человек перед причастием должен исповедоваться, да, вот, но, конечно, он настаивал на эвхористическом посте, бесспорно, но и на исповеди настаивал, да, да, но, может быть, это понятно, потому что все равно нужно сначала исповедоваться, а потом принять причинение, вот, есть в католичестве такая традиция неплохая, что перед крещением разговаривают о своих грехах, рассказывают священнику, но, чтобы, подойти к этому моменту очень осознанно, это прощение грехов, ну, не просто в общем и целом, но я, будучи человеком с такой и такой историей, я подхожу к этому. Видите, когда было крещение от Иисуса Христа, то приходили и раскаетесь, принесите свои грехи, и люди сначала приносили, и потом он их уже туда как бы крестил. Как это было, конечно, при Иоанне Крестителе, очень трудно сказать, да, вот мы не знаем, рассказывали ли они лично вот о своих грехах, но, конечно, этот момент присутствует осознание не просто общего прощения грехов, а именно своих грехов, да, вот и обновление не просто человека вообще, а лично меня, у которого такие-таки грехи были, то есть это, конечно, правильно, как бы присутствовал этот момент тоже в жизни человека, да, да, есть обряд допуска к крещению, да, вот это собеседование, которое можно назвать аналогом исповеди, оно проходит вот в этот момент, когда происходит обряд допуска к крещению, или уже перед крещением, это происходит в идеальном случае всего лишь за пару дней до крещения, потому что очень приветствуется, если есть возможность, скажем так, чтобы человек был более-менее свободен последние два-три дня перед крещением, чтобы сознательно принимал участие в литургии тоже великого четверга, но освящение елеев епископом великого четверга, страстной пятницы, да, вот великую субботу, чтобы тоже присутствовал и в этих рамках это будет подходящим моментом для личной беседы, а допуск к крещению опять же он совершается публично епископом и там при всех, поэтому у католиков рима младенца крестят то вот эти все процедуры проходят эти обряды проходят крестные родители допуск к крещению крестные и родители и родители и крестные да, то есть там не допуск к крещению человек ребенок он автоматически допущен к крещению но должна быть беседа с родителями и крестными чтобы они осознали серьезность этого дела кстати в католичестве нельзя отказывать ребенку в крещении в крещении можно откладывать крещение но по каноническому праву римско-католической церкви запрещено отказывать ребенку в крещении тогда возникает у меня естественный вопрос а в православии могут отказать? я с таким не сталкивался хотя тут есть такой момент что в православии точно настаивают на том чтобы из родителей хотя бы один был православный в католичестве тоже почти немыслимо чтобы это было по-другому но тем не менее если вдруг подошли родители никто из них не является католиком но они хотят чтобы ребенок был крещен в католичестве и есть католик крестный и есть уверенность что этот крестный будет отвечать за католическое воспитание ребенка то тогда отказать нельзя можно еще вопрос я в православии так понимаю что крестные должны быть православными обязательно а в католичестве они обязательно должны быть католиками в католичестве правило такое один должен быть католиком второй может быть православным или членом одной из восточных церквей эфиопская египетская ассирийская и так далее не крещен вообще не может крещен в лютеранстве или кальвинизме допустим может быть свидетелем крещения не крестным но свидетелем крещения отличие свидетели от крестного крестного все таки он в полном объеме берет на себя ответственность за христианское воспитание свидетель теоретически нет конечно практически он может во многом помогать оно естественно если ты не член той же церкви или по крайней мере очень близкой церкви то как ты можешь полноценно помогать чтобы человек вырос в вере этой церкви мы говорим конечно что православные ассириец и так далее они очень близки католической церкви поэтому могут быть все таки крестными то есть один из них может быть вторым крестным а лютеране все таки с богословской точки зрения дальше от нас поэтому нет такой возможности хотя конечно в некоторых странах очень людям очень важно но в смешанных браках да вот чтобы со стороны одного из супругов тоже был крестный и тогда это лютеранин но это не крестный это свидетель а еще вопрос а может быть крещение без крестного родителей например нет или никого не знаешь кто может быть нет но что мешает найти кого-то в том смысле я просто хотела у меня как раз недавно пример был передо мной когда крестили девушку она родственников у нее в принципе христиан не было никаких это было в католическом приходе вот и так как была необходимость выбрать крестных настоятель просто обратился к общению и собственно таким образом выбрал двух людей они познакомились прошло еще какое-то время они стали ее крестным или по крайней мере нужен один человек одного вполне достаточно в том смысле что крестный родитель это обязательное условие как для ребенка а для взрослого тоже один крестный муж ну а тогда вот тоже действительно просят в приходе как бы у кого-то нет взрослых то есть как бы выступить в роли крестного ну вот выступаешь потом эти люди исчезают и забываешь их имена тогда в чем смысл а кто сказал что исчезают да вот то есть это и есть тогда задача крестного конечно как может да вот каждый все-таки свободен да вот это и есть задача крестного как в случае ребенка так и в случае взрослого все-таки поддерживать такой контакт человеческий и контакт включая воспитание веры да вот и это будет важно на всю жизнь да вот как ну то есть нужно продолжать все-таки лучше тогда не соглашаться да потому что люди просто исчезли и все кто исчез ну вот допустим мне дали трех там ну я должна была мама привез но там искали они подходили в это подходило время ну вот как бы мы там катехизацию проходили ну все совпало привели кто хочет вот кто хочет вот это мама ну вот как-то так а потом эти люди ну мы какое-то время придержали отношения пока у них интерес было а потом они просто ну вот ушли как многие ухали да но в этом случае я бы не сказал что это было ошибкой согласиться я думаю это было правильным в том смысле что можно было в тот момент подумать что человек по-настоящему будет в общине да вот то что ушел конечно свобода от человека да вот но поэтому все-таки можно было согласиться но и стоило согласиться хорошо если мы говорим на то есть сейчас есть еще много разных моментов да вот во-первых опять же в католичестве это было важным моментом важнейшим моментом для многих церквей катехуменат взрослых считается чуть не главной задачей поместной церкви сейчас как раз в 70-е годы или 80-е это появилось в штатах например для многих епархий это чуть не главное дело дело приветствия новых и тогда желание стремление к тому чтобы через то что новые люди растут в христианстве чтобы через это и церковь обновлялась то есть не только они рождаются к новой жизни но прицепом можно сказать и вся церковь и так бывает в каком-то ключе я хотел спросить у протестантов какая традиция есть у них крестные поводляние беседы есть ли определенные стадии в протестантизме сложилось так если мы говорим о крещении взрослых сначала или давайте крещение детей перед ним тоже обычно бывает беседа крестные есть у лютеран у кавинистов у всех тех кто признает крещение детей там это есть в случае крещения взрослых бывает по-разному иногда говорят крестные тогда уже не нужны да вот но по-разному бывает и точно бывает так у баптистов что нет крестных получается в баптизме как бы человек если в католичестве так понимаешь что какую-то ответственность за веру другого человека несет крестные то получается в баптизме ты сам несешь ответственность за свою веру это можно сказать есть главный пункт в баптизме что все обряды все что вокруг это может быть хорошим но это на самом деле не главное главное это твое решение твоя решительность быть верующим человеком и при этом очень серьезные нравственные решения в том числе да вот но твоя ответственность и понятное дело что в лютеранстве как раз совсем наоборот лютеранстве чисто все благодать поэтому понятно почему лютер так жестко высказывался против баптистов по сравнению с лютером католики относились всегда весьма терпимо к баптистам почему потому что для лютера все благодать в человеке ничего нет а бог дает чисто так свою благодать и тогда совсем необъяснимо почему бы не ребенку то есть в баптистме наоборот все в человеке а у лютера нет но бог действует через решение человека скажем так да сейчас возникают разные моменты и разные вопросы во первых мы уже с вами говорили о том что что в католичестве по времени потом крещение и миропомазание все больше и больше разошлись да вот и эта традиция она же продолжается в лютеранстве и в кальвинизме крещение маленького ребенка конфирмация когда человеку так лет 14-15 да вот и в лютеранстве это надо сказать подготовка к миропомазанию это почти одно обучение даже 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 с весьма серьезным экзаменом экзаменом да вот и до какой-то степени можно сказать что конфирмация конечно утрирую но так народ воспринимает это что конфирмация это награда за за сдачу экзамена да вот и к сожалению конечно во многих странах это опирается на подарках да вот то есть вопрос подарков и к сожалению надо сказать в римском католичестве допустим в Германии в Италии и так далее и в рамках миропомазания и лютеранской конфирмации это настолько все пропитано вопросом подарков что духовного во многих случаях остается мало да вот то есть я бы даже так сказал в некоторых случаях это очень близко к лицемерию я читал такое выражение что такое подготовка к первому причастию допустим в Германии это означает священник делает вид что верит родителям и родители делают вид что верят священнику много проблем с этим да но что будешь делать так сложилось и причин много да вот и я думаю в том числе ошибки церкви но от этого никуда не денешься да вот в России другая картина слава богу и надеюсь так оно и будет чтобы это не стало так что все вокруг чего-то внешнего кстати это появилось относительно недавно это появилось после второй мировой войны может быть в Германии платить сепарный налог нет не с этим связано потому что в других странах нет такой традиции тем не менее ситуация картина та же самая да вот это скорее связано с такой проблемой что мы привыкли к тому что быть членом социума и быть членом церкви это как бы одно и то же конечно сейчас уже не так но это ощущение такое еще осталось и тогда бывает весьма внешний подход церковной жизни да вот как в православии бывает или в католичестве что люди приходят очень редко или опять то что это становится социальным праздником но от духовного содержания мало чего осталось у меня наверное немного я бы сказала провокацион вопрос но мне вот интересно вот вы сказали что в католичестве катехизация взрослых это очень важный момент катехолина да ну я понимаю в странах где преобладает католическое население а вот если например ну пример самый банальный это Россия не может ли это расцениваться как православная церковь любит говорить на канонической территории в какой-то степени прозелитизм само крещение в католичестве может быть да об этом я с этим не согласен но можно хотя бы поговорить но катехизация длительная катехуменат как раз наоборот это есть некоторая преграда в том смысле что через катехизацию будут принимать крещение в католичестве только те которые очень тщательно обдумали этот вопрос то есть в этом проблем именно в самой катехизации таких проблем быть не может скорее наоборот да то что было сказано я так понимаю что это основная цель прихода а вот именно когда например преобладает другое вероисповедание как это соотносится эта цель с другим который преобладающий я говорю о тех странах где доминирует мысль о том что каждый сам принимает свое решение это в первую очередь я бы сказал это штаты и Франция конкретно из таких стран да вот в некоторых франкоязычных странах Африки может быть подход похож да вот в том смысле что что церковь возобновляется через тех кто сознательно присоединяется к ней и который бросает ей вызов тогда вот я принял такое серьезное решение давайте вместе будем стремиться к лучшему то есть который потом скажет да я сейчас христианин католик и я умею там у меня есть такой-такой талант музыка давайте в церкви это применять или я люблю социальное служение пожалуйста помогите мне чтобы это осуществилось в рамках церкви воспитывается активный член церкви да да это весьма сильно так в отличие допустим от Германии в Германии конечно новые католики видят что можно быть пассивным католиком и тогда они говорят о чем я хуже и некоторые считают себя католиками но в таком же ключе как может быть большинство населения как это называется в православии захожане ну да так можно более менее сказать это просто распитывается индивидуальный образ жизни или общественный на западе индивидуальный нет на западе нельзя как раз сказать в штатах наоборот допустим или во франции да это тоже запад ведь да вот а в некоторых странах я бы сказал это это Германия Италия и испаноязычные страны некоторые из них что хотя в Южной Америке теперь уже тоже чуть-чуть по-другому да вот что быть членом церкви и при этом быть весьма пассивным можно и тут я согласен что это может быть связанным с церковным налогом что католик и протестант считает я заплатил значит другие будут исполнять все нужное за меня что кстати иногда бывает и в православии в том смысле что оставил человек записочку значит будут молиться за него да вот разное бывает да вот всегда иметь ввиду что что человеческая жизнь весьма богатая штука да вот и что идеал и реальность это очень разные вещи на вот отчетность какая-то существует по количеству крещеных по количеству например венчаний опеваний в холославии есть такая отчетность да в католичестве тоже по всем странам есть правда признаться сейчас у меня в голове никаких цифр нет но но каждая конференция епископов публикует такие цифры то есть на сайтах конференции епископов можно это отслеживать я прочитала в православии не помню кто автор не святых святых но я точно не помню кто из в общем руководства православной церкви он когда там стал каким-то там в общем важным человеком в православии он снял с какого-то города настоятеля храма потому что тот не вел активную социальную работу не привлекал молодежь и я так понимаю поставил кого-то кто там всеми правдами неправдами затаскивать людей в церковь а вот в католичестве лютеранстве кальвинизме вот тоже что-то типа такой системы типа давай мы затащим человека а дальше подумаем что с ним делать я не знаю было ли это так в этом случае это конечно издалека трудно сказать да вот но что там было реально в статье написано что я там снимаю вот этого нестоятеля потому что он там не вел активировал но быть неактивным можно быть активным и тоже в разном ключе можно епископы франции еще 30 лет назад 25 лет назад издали такое такое послание называется на французском языке то есть предлагать веру и это будет такая активность которая приветствуется да вот то есть чтобы все люди узнали от такой возможности и я надеюсь узнали не всеми правдами и неправдами но только всеми правдами да вот и как было с этим священником я не знаю но чтобы он был активным в этом ключе это приветствуется да конечно конечно в России допустим католической церкви не в том ключе чтобы перед всеми скажем так 90-е еще бывало так что именно такое пропозе что это делали католические священники в России там где много немцев или поляков да то есть там приходили в дом культуры и говорили но потом уже вопрос конечно личного решения хорошо знаете на сегодня наверное увидели что это очень широкая тематика вторая часть когда-то будет да вот но на сегодня давайте этим и заканчиваем и главное иметь ввиду что мы действительно говорим о том что христиан что важный пункт христианства это всегда решение но что это решение оно и его показывает показывает обряды его показывает церковная жизнь и так далее спасибо вам большое